Руководитель департамента коммуникации Центра русской культуры Латвии в Москве, сопредседатель Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами. Большое спасибо, Сергей Ирландович, за представление. Но очень важно сказать, что здесь я не как эти представленные должности, а как помощник Татьяны Аркадьевны Жданок, депутата Европейского парламента, которая работает в комитете по петициям и рассматривает вот эти вот жалобы на ювеналку. Очень хорошо. Есть презентация? Во-первых, для меня большая честь выступить в этом зале, где столько людей отстаивает справедливость и отстаивают ее искренне и неформально. Спасибо большое. Нашей стране, России, сегодня либеральным лобби навязывается якобы европейская цивилизованная защита детей в виде ювенальной юстиции. В нашей стране я не оговорился, несмотря на то, что я гражданин ЕС, я по-прежнему считаю себя гражданином Советского Союза, вот здесь вот в сердце. И Россия, и Латвия – это моя страна. Приводя якобы позитивный опыт европейских стран, они забывают упомянуть один факт. Сейчас комитет по петициям Европарламента забит жалобами на ювенальной юстиции европейцев. Они об этом не рассказывают. Сейчас хочу рассказать для начала одну историю, которую в данный момент рассматривает депутат Европарламента Татьяна Жданок и помогает вернуть детей, которая произошла с русской гражданкой Латвии Еленой Антоновой. А потом, если останется время, я могу коротко сообщить о группах, по которым постоянно обращаются по нарушениям. Они уже выделились целые группы, у них уже идет просто это потоками. Так что, как бы мы негативно к европейцам не относились, я их тоже, честно говоря, не во всем принимаю, не очень люблю, но и там есть сопротивление этому. Это не принимается. Итак, если можно перелеснуть. Елена Антонова, русская гражданка Латвии, она проживала в Нидерландах, имела вполне благопристойную работу, достаток, и у нее был муж, бывший выходец из Казахстана, который принял голландское гражданство. Через некоторое время они с мужем развелись в силу того, что он употреблял алкоголь, и в решении суда было то, что муж... Перелистайте, пожалуйста, дальше, если можно. То, что муж имеет право видеть детей. Но это вполне закономерно, с этим никто не спорил, и детей ему регулярно приводили. Но у него были некоторые особенности. Он был сторонником сыроедения, у него были какие-то странности образа жизни. Сыроедение это сейчас модно в таких ньюэйджерских сектах. То есть там тенденция, что все нужно есть сырое, все остальное это неправильно и так далее. И дети просто перестали это воспринимать, им это перестало нравиться. Они сами отказались категорически ездить к отцу. То есть насильно она их не отвозила. На что отец написал жалобу. Можете листать там дальше. И все равно уже не совпадет, я не могу и туда, и туда смотреть. На что отец написал жалобу в органы, которые этим занимаются, в который указал, что он предполагает, что мать может вывезти детей в Латвию. В тайне от него. И просит принять меры. Внезапно, без предупреждения, приходят в дом гости. Это я покажу, будет дальше видеоклип, который снял старший сын. Год назад, в марте, забирает двух девятилетних детей, близняшек с применением силы. И увозят в центр. С тех пор, в течение года, они находятся в этом центре. И мать только иногда с ними встречается. Она писала во всей станции, которая только возможна. И в одном ответ как раз из инстанции, она просила вернуть детей. То, что я не собираюсь уезжать в Латвию, я не собираюсь похищать. То есть все можно решить. И в одном из ответных документов был отказ. Мать недостаточно интегрирована в голландское общество. Она недостаточно развила связи и разговаривает с детьми по-русски. После этого им разопретили общаться по-русски при встречах с матерью и между собой. Потому что якобы они могут спланировать побег или какие-то другие противозаконные действия. Только после того, как Елена обратилась к депутату Европарламента Татьяне Жданов, дело сдвинулось с мертвой точки. Они начали отступать и сказали, что готовы вернуть детей. Но в данный момент на неприемлемых для нее условиях. Это означает, что она должна подписать бумагу о том, что будет насильственно привозить их к отцу. При этом подчеркиваю, добровольно она согласна. Если дети согласны, она согласна. Но от нее обязательное требование. Хочешь, не хочешь, ты должна насильственно. Сейчас это дело будет 20 февраля рассматриваться на комитете по петициям Европарламента. И сразу же, прямо как под копирку, там присоединено 8 таких же однологичных дел из Дании. Важно отметить, что идет просто рост и идет группы вот этих вот обращений. Если можно, включите видео. За это видео, выложенное на Ютубе, это снял старший сын Елены, брат этих близняшек, о том, как уводили его детей. И выложенное на Ютубе видео, за это было возбуждено уголовное дело. Но потом под давлением общественности оно было закрыто. Это не будет сниматься, не будет сниматься. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот ювенальный фашизм в действии. Если есть еще пару минут, могу рассказать о тех категориях дел, по которым обращаются. Сергей Ирванович, как есть еще пару минут? Если не затрагивать аспекты, известные всем, связанные с педофильским лобби органами и прочим черным рынком, то даже на вполне легальном секторе это бизнес, потому что на каждого изъятого ребенка выделяются большие деньги на его содержание. То есть это откровенный бизнес. С этим напрямую связана первая группа жалоб об изъятии под предлогом «ребенку не обеспечивается должное содержание». Определение этого понятия, что понимается под должным содержанием, ни в одной европейской стране не существует. Поэтому даже жалоба ребенка на то, что родители не купили ему новый компьютер, гаджет и так далее, является основанием для изъятия. Таким образом развиваются не только семьи, которые недостаточно могут обеспечить в материальном плане, но и вполне благопристойные семьи, так как это абсолютно свободная трактовка чиновников. Но даже если есть такие семьи, которые не могут обеспечить по каким-то причинам, то тут тот же самый абсурд, который здесь звучал. Выделяются большие деньги опекунам. Почему не дать эти деньги самой семье? Но они не даются. Вторая категория дел, вторая группа, по которой чаще всего бывает обращение, это когда в пользу одного из родителей, как правило, матери, которые являются гражданами третьих стран, находятся в разводе, суд присваивает, не прислушивается никаким объективным домам и принимает решение о праве отца на регулярные встречи, как в упомянутом деле Елены Антоновой. Эти решения исполняются насильственным путем против желания самих детей. Судебные приставы нередко силой в присутствии полиции уводят их из школы, из дома и доводят до истерик. Третью группу решений об изъятии детей вообще похоже на превентивную войну. Это если родители, опять же в упомянутом случае она тоже присутствует, это если родители находятся в разводе, мать является гражданкой другого государства, и второй родитель пишет, что мы предполагаем, что она может вывезти. Предполагаем, она ничего не планирует, этого достаточно для того, чтобы изъять ребенка у матери. Есть еще большое количество причин, которые здесь озвучивались. Это не вымысел, это не легенды, это не сказки. Например, если ребенка в воспитательных целях поставили в угол или оставили без ужина, причем если он не хотел есть, такие случаи тоже имеются. В этом случае, если ребенок расскажет об этом в школе, в детском садике, это достаточное основание для того, чтобы изъять ребенка из семьи. Абсурд заключается в том, что призывая в одном случае к полной свободе, в другом случае они призывают к проявлению откровенного насилия против самого ребенка. Спасибо. Победим. Дорогие друзья, все события когда-то начинаются, а когда-то кончаются. Счастливо, ребята. Счастливо. Спасибо. Я хотел бы подвести черту под нашим съездом. Хотел бы сказать все то же самое, что перед этим говорил вначале. Да, время от времени будут происходить какие-то успехи. Такого вот типа. Но ради Бога, прошу вас всячески, не рассчитывайте на какие успехи. Рассчитывайте только на себя. Вы бежите на стаерскую дистанцию. Это будет тяжело. Для того, чтобы добиться чего-то по-настоящему, каждый из сидящих в этом зале должен стать полноценным политическим офицером. Если на площадях России не будет в определенный момент ста тысяч оппозиционных патриотов, то даже разумное поведение власти приведет не к сирийскому, а к какому-то другому варианту. Нас пока что мало. Нас стало больше. Мы научились, но труд наш должен быть удесятерен. Мы должны уметь очень трезво посмотреть на себя. Очень точно понять, где, как и куда мы двигаемся. И только в этом движении мы можем что-то обрести. Это первое. Второе. Сейчас вы разъедетесь. Стройте свои регулярные коллективы. Все держится на способности людей быть вместе. Вот вы говорите про соборность. Для меня соборность – это вообще единство живых и мертвых. Вот просто актуальное единство живых и мертвых. Но смысл заключается даже не в этом. Я 20 лет нахожусь в русском патриотическом движении. Газета «Завтра» и так далее. Я все это наблюдал во всех вариантах. И знаменитая шутка, что когда русские патриоты говорят о соборности, это означает разборность, имеют под собой, увы, определенные основания. Мы должны учиться жить вместе. В каждом городе, в каждом населенном пункте, везде – это очень трудная наука. Может быть, самая трудная наука заключается в том, чтобы преодолевать конфликты, усталость, чтобы постоянно, неуклонно укреплять единство внутри создаваемых политических, гражданских общин. Если его не укреплять, если позволить ему разрушиться или не наращивать это, то мы победить не сможем. Любая расприя, любые внутренние, так сказать, разборки – на руки врагу. Почему мы подписали такую, а не другую декларацию о широком фронте? Потому что мы не хотим никого ни в чем сковывать. Мы знаем, что такое любая более жесткая форма. Она приводит потом к тому, что внутри возникают трения. Мы сейчас это преодолеваем. Но чем дальше будет нарастать работа, чем сильнее будет работа, тем больше будет нарастать усталость. Усталость должна преодолеваться. Для того, чтобы она преодолевалась, нужно знать, что ты отвечаешь за свою коммуну, как за семью. Вот ты не можешь там развалить семью, вот ты это развалить не можешь. Вот бейся днем, ночью, плачь, смейся, встречайся, что угодно делай. Но чтобы в результате вот так вот все было вместе. Да, кто-то отойдет в сторону, да, кому-то не по дороге. Но вместе все время вот эти ядра должны уплотняться, уплотняться и уплотняться. Мы рассматриваем любые конфликты, где бы то ни было, как очень привычные вещи и как катастрофу движения. И мы готовы создавать конфликтные комиссии для преодоления каждого отдельного конфликта. Я мечусь по стране, потому что знаю, что надежда именно на вас, а это предполагает культуру большую совместной жизни. Вторая и третья, четвертая задача заключаются в том, чтобы точно понять, что такое реальность и что такое своя самооценка. Люди должны будут идти в политику, должны будут идти в общественную жизнь. Но они должны точно понять, чего им не хватает, чтобы там побеждать. Они не должны не таскаться туда, да, зашел-ушел. А нам пошел уже все до конца и до победы. Мы будем оказывать всяческую помощь. Но вы сами должны учиться, учиться и учиться. Только ваш внутренний рост, очень большой, сильный рост, который невозможен без действия, может обеспечить победу. Все остальное обрекает нас на поражение. А если мы потерпим поражение, его потерпит Россия. А если Россия его потерпит, то мир покатится в пропасть, потому что Россия была, есть и будет катехоном. То есть местом, которое удерживает мир от падения в бездну. Это ее миссия в мире. И поэтому ее ненавидят. Отвечая за ваши малые дела, там, где вы есть, вы одновременно с этим отвечаете за Россию и за человечество. Вот цена того, что вы начали. Если вы подойдете к этому по-другому, вы не выдержите напряжение. Мы издаем с невероятным напряжением газету. Мы сделаем политический университет. Мы научим людей. Но, как говорил великий Станиславский, научить нельзя, научиться можно. Если люди сами, каждую минуту, не будут вкладывать в это все больше и больше труда, дело рассыпется. Гражданские движения, это первое движение, которое есть, не имеют права быть дождественными движению политическому. Они являются перегирией, которая захватывает людей, которые, возможно, не хотят разбираться в том, чем Вебер отличается от Маркса и что такое исторический проект, но они хотят отстоять детей. Постепенно мы слышали же здесь, что люди все патриотичны, что все понимают, что происходит, что все за традиционные ценности и так далее. Постепенно это в целом должно расширять вас, но как только вы расширяетесь сами и кооптируете еще людей, действительно их политику, вы должны расширять эту гражданскую периферию. Вы должны быть вместе с каждой бедой. Бедой в промышленности, бедой в сельском хозяйстве, бедой в социальной жизни, бедой в семье, бедой в здравоохранении, везде. Вы должны быть там, где плохо, и помогать реально бороться там. В этом ваша миссия. Когда говорят нам, законодательные собрания, незаконодательные собрания, кто сейчас что будет делать в этих законодательных собраниях? Гнить? Чуть-чуть, так сказать, улучшать материальное благосостояние? Надо идти туда, где беда. Надо идти в гибнущие города. Надо идти в гибнущие поселки. Надо идти туда, где реально надо спасать людей. Надо и спускаться из вашей, иногда очень трудной жизни, спускаться в ад. В этом ваша миссия. Рядом с вами ад. Спуститесь туда и выведите оттуда людей. Это ваша задача. И нет других задач. Любая другая задача – это карьерная псевдополитика. Это брахло. А ваша задача – это миссия. И вы должны ее исполнить, потому что больше этого сделать некому. И моя последняя просьба. Моя последняя просьба. Вы ведите себя, вы используйте то, что происходит. Это очень большая победа. Идиот – тот, кто не использует побед. Она ваша. Всецело ваша. Мы чуть-чуть помогли вам. Она ваша. Вы должны это понимать. И это историческая победа. Каждый из вас по одному не мог бы этого сделать. А все вместе вы это сделали. Сейчас в этом зале. Почувствуйте, что вы вместе. Прямо эти токи. И поймите, сколько вы можете. И это унесите с собой. Но ради Бога, никакого чванства, никаких иллюзий, да? Никакого изменения. Вы можете использовать победу для того, чтобы усилить ваше действие. Используйте. Но любое зазнайство, любое представление. А вот теперь, а вот так, вот так. Вас начнут покупать. Вас начнут облизывать, да? Помните, да? Что сигарету можно взять. А от жизни надо отказаться. В этом принцип. Если что-то нужно для победы и для дела – да. А если начинается обласкивание, которое приводит к тому, что вы теряете этот внутренний аскетизм, эту монашескую готовность идти в мир и побеждать там, то любые эти обласкивания – есть соблазн. Бесовской соблазн, который надо вот так вот от себя отстранить. Потому что в противном случае погибнет великое дело. А другого уже не будет. Никаких соблазнов, никаких заигрываний с этими людьми, которые будут вас облизывать. Можете спасти других. В жизни есть две серьезные вещи. Жизнь вообще тяжелая штука. Все остальное – брахло. Первое – делать добро людям. Второе – постигать завтра больше, чем постигаешь сегодня. И, наконец, третье – делать и то, и другое вместе. А ничего больше в жизни нет. Это жизнь. Я верю, что вы правильно, без самоуничижения, я снова говорю, не для того, чтобы вас поднять в собственных глазах. Я правду говорю. Все, что сегодня произошло, сделали вы. Вы. Но вы вместе. Если завтра вас вместе будет больше, а ваше вместе будет плотнее, вы сделаете еще больше. Но даже сделав еще больше, идите к страждущим братьям. Идите в ад. Спускайтесь туда. Многие из вас сами оттуда пришли. Не лезьте в это благолепное, гламурное, отвратительное брахло. Это все мерзость. Ничего не стоящее и никакого счастья не приносящее. Счастье приносить людям благо. Счастье спасать свою родину. И счастье жертвовать собой ради великой цели. Другого счастья человеческого нет и не будет. Есть такой американский термин. Keeping point. Поворотная точка. Неважно, откуда начнется поворот. Начнется он с ювенальной юстиции. Прекрасно. Ведь вы понимаете, что сегодня произошло. Дело не в двух ювенальных законах. А дело в том, что подряд, одним шагом за другим, наша политическая элита, сознательно или несознательно, в каком бы качестве она ни находилась, она начала плевать в лицо американцам и Западу так, как не делала никогда. Мы можем по-разному относиться к разным героям этого процесса. Но вы понимаете, что там все заикаются от того, что предложено еще переименовать Волгоград в Сталинград? Вы понимаете, что все началось с десталинизацией окончилось? Вы понимаете, что такое запрет на гомосексуальную пропаганду там? Он говорит, что это меньшинство, такое беззащитное меньшинство. Эти меньшинства представляют собой власть. И каждый, кто там жил и видел, что там происходит, и знакомился с этой элитой, прекрасно понимает, какая мафия правит Европой. Это они такие, так сказать, слабенькие и жалкие. Мы не хотим их ни сжигать на кострах, ни трогать их права. Мы хотим, чтобы они не осуществляли по отношению к нам террор. Они. Это они нам все навязывают. Значит, это принято? Принято. Это тоже, тоже. А это ювеналка, которой сказано сейчас, что этого не будет. Это тоже сделано. А этот закон Димы Яковлева. У американцев есть больная точка. Одна. Никто не понимает ее как следует. Это нужно чувствовать изнутри, как это все там у них устроено. Они считают себя дико высокоморальным народом. И когда их назвали народом, где-то убить, то ничего более оскорбительного не могли сделать. Они начали заикаться. И потому, как мечутся белоренточники по площадям, видно, как начали заикаться хозяева. Хозяева впали неописуемую ярость. Для того, чтобы латыни нанесла то, что она несет, нужно, чтобы она увидела просто, как хозяин. Знаете, как бывает собака? Вдруг видишь, что хозяин кричит, беснуется, и собака начинает. Я еще никто команды не давал фас. Она уже рычит, потому что хозяин беснуется. Мы присутствуем при неком возможном повороте. Но этот поворот будет осуществлен реально, если народ снизу начнет поворачивать. Тогда к нему навстречу что-нибудь придет. Потому что ситуация безвыходная. Потому что страна приговорена. А потому что как бы грешны не были отдельные элитные люди, они не настолько грешны, чтобы развалить Россию. Они не настолько грешны, чтобы отделить даже Северный Кавказ. Они люди. Они не вот эта тамократическая нечисть. Горбачев продал великую страну. И власть за Нобелевскую премию, за брахло, за чечевичную похлебку, за эти вонючие серебряники. Сейчас ситуация другая. Одно дело там святое и грешное. Все мы грешные. А другое дело взять и снова развалить Россию. Сомневаюсь, что что-нибудь подобное возобладает даже в этой элите. Но точно знаю, что только народное нет. Только народная воля к сопротивлению окончательно решит вопрос, спасет Отечество, детей, всех нас и мир. И это все в ваших руках. В ваших руках. И от вас зависит, как в этом распорядитесь. Вы сейчас уедете в разные места. Такие вещи забываются. А вы не забывайте их. Вы сохраните то внутреннее чувство, которое есть сейчас. Принесите его туда. И зажгите там огонь. Потому что никто, кроме вас, это не сделает. Съезд закончен. Слава России! АПЛОДИСМЕНТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВА Я вспоминаю, как мы стояли под солнцем в мае, и каждый день, когда мы собирались, была хорошая погода. Почувствуйте, что вы вместе, и с вами еще кто-то есть. Вы здесь не одни. Вы бросили вызов чудовищной силе, но вы не моськи, которые лают на слона. Вы растущий мамонт. Простите быстрее. События будут развиваться быстро. КОНЕЦ КОНЕЦ Унесите с собой все это и передайте этим людям. Спасибо вам, что вы есть. Съезд объявляю закрытым. Счастливого всем пути. Всех люблю. Новая региональная школа впереди. В августе будет очень большая и серьезная школа. Готовьтесь. Уже все. А, есть? Ассоциация родительских комитетов. Пожалуйста, тоже на первом этаже. Давайте встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok